Накануне праздника всех скорбящих радостей мы посетили выставку Марьи Васильевны Якунчиковой в Третьяковской галерее. Спасибо большое Ольге Дмитриевне Отрощенко, которая ждала нас в 15 человек, а мы пришли только вчетверо. А вот эта линия вторая от Николая. От него, значит, Зинаида Николаевна, супруга Васильевна Якунчикова, и Вера Николаевна Третьякова. Жена Павла Михайловича Третьякова, который мы сейчас с вами находимся. Они находились в таком кровном близком родстве, были родные сестры. А Зинаида Николаевна приходила с доюзом в саду ночью. Так что мы можем считать, что это недалекий, но все равно кровный. Так мало она прожила тоже. Чтобы дать такое вступление, при люте, мы оформили этот сад как реплику такого дворянского сада. В оформлении использованы колоны и мебель, которая, кстати, мебель принадлежала Владимиру Васильевичу Якунчикову. Сохранилась, да, мальферный, суп под мальферный, якунчиков. Вот, и я сейчас вам покажу, значит, сначала мы рискнули этот дом, мы ее реставрировали. Это из московского дома, это Нинара. И вот, который там около Астушки, красивый дом, удивительный. Да, 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 вот, и, а получилось так, что вот эта вот конструкция, видите, это дом в Шен-Бужери, где она закончила свою жизнь, и вот эти вот конструкции, решеточки, они, то есть это мемориальный дом. Вот там они, это вот сестры, одна наследница, вот эти две Ирэн, я забыла, как ее зовут. Это ее внучки. Внучки, да. Вот эта работа уже в Полянском музее, многие вообще распроданы на аукционах. Тут этот городок, знаменитая игрушка, которая у них там в серванте стояла. Это тоже по дереву, да? Да, она делала просто объемные конструкции, там у нее есть выжигание, это кладбище, которое... Ну, крест сделал коровен, в столярной мастерской Абрамовце он был сделан, отвезен, там сопротивлялся очень супруг ее, Олег Николаевич, потому что он хотел что-то такое стилизованное, считал, что она не совсем не вполне верующий человек, а Марфедовна ему писала письма и говорила, что вы неправильно понимаете, что она русский человек, значит она православный человек, что вся эта культура православная ей была дорога, она знает, как она ей была дорога. Поэтому ей нужно поставить вот такой вот. И вот все-таки они с Натальей Васильевной победили. И отвезли туда такой. Эта вот картина тоже была у них продана. Ну, в общем-то, все практически, они это все уже... То есть, во Франции практически ничего не осталось? Ничего, да, уже не... То есть, они все поставили на аукционную. Это вот кроватка с такими вот мотивами. Реставрированная уже ее правнучка, вот этот Денис, Александр Александрович, что она все испортила, то есть она огрубила эту технику. Вот это было без нато есть, носокок прям под ее выбором. Ну, вот тогда еще не знали. Она приехала в Жуковку, к Поленовым. И Наталья Васильевна говорила, что она еще ребенок, как бы у нее есть столько наивного всего. А туберкулез. Туберкулеза. А с другой стороны, она уже такая самостоятельная, у нас самостоятельное решение принимает и прочее, прочее. В 17-м вестер-другой. Да. Ну, тогда все-таки в 17-м вестер-другой. Это сейчас уже? Поленовым. Много подобных рисунков разных художников. И Зевовский, и Нестеровский, и Поленовский, и другие. Одни и те же. Вот Наталья Васильевна в одежде, восточном, отделе. Тут просто почти в семье ее сказали. А это вот пишет... Вот ее работа, да? Да. Просто в 17-м лет, в 19-м. Да. Смотрите, вот эта главматика, как она изображает в пространстве, воздух ощущается. Большое удовольствие получили от этой выставки, как глоток свежего воздуха, как будто вышли куда-то за пределы Москвы, побывали в имении Якунчиковых под Москвой, в Веденском, в Париже. Мы даже там подышали каким-то свежим воздухом, покинув нашу дождливую, замаскированную Москву. Такого количества работ Марьи Васильевны я, наверное, никогда не видела, хотя они все очень мне близки. Напомнили и Абрамцева, и Поленова, где раньше, несомненно, в детстве я их видела, была маленькая комната, в которой выставлялись эти работы Марьи Васильевны и работы Елены Дмитриевны Поленовой, которые тоже так близки к ее вот этим вот замечательным выжигательным картинам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова